Вновь здравствуйте, дорогие друзья! Возвращаться к вам в студию UConnCompany. Обещали, что наше расставание будет недолгим. Так оно и случилось. Буквально 10 минут и третье заключительное Best of 3 сегодняшнего игрового дня в рамках WC 2017. А в эфире по-прежнему Заяц и Double D. Куда ж мы денемся? Действительно, и там сражение Best of 3 между интересными коллективами Empire и SFT eSports. Непосредственно SFT eSports вышли из предварительных квалификаций, победив в финале. Ну и сейчас Empire будут доказывать, что не зря столько веры в них и должны вроде бы легко выигрывать SFT eSports. Так ли это? Сейчас мы узнаем, посмотрим на пики, которые они нам показывают. И это Enchantress на первую позицию, Necrophos на вторую. Действительно, вот мы опять вспоминали про некоторые пики, которые появляются вроде достаточно часто, но не так часто, чтобы о них запоминать. Но это, пожалуй, сейчас не самое главное. А самое главное, это напомнить вам про сайт SkinCoin, где вы можете обменивать ваши сеты и скины из Dota 2 и всевозможных других частей инвентаря вашего Steam'а на SkinCoin, которые вы уже непосредственно можете использовать на сайтах-партнерах для оплаты услуг, для ставок, для, допустим, покупки скинов по другим более выгодным ценам. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас, уже можете заходить по ссылке под стримом и пользоваться этой валютой, которая совсем скоро может подскочить в цене и изменить экономическое состояние многих дел. Ну и также, друзья, естественно, свои экономические дела вы можете изменить на сайте MakeMyBet, естественно, делая ставочки на 18 киберспортивных дисциплин, которые специально для вас туда завезли. Начиная с Dota и Counter-Strike, заканчивая Goal of Duty и менее популярными дисциплинами у нас на СНГ-пространстве. Но самое-то главное, что без двозд, без дно, YouCanCompany дает вам промокод UCC, по которому 7 евро вы получаете бесплатную ставку, а также бонус 3 первым депозитом в размере 100%. И вроде бы, обычно на этой стадии у нас первый, там, второй пик происходит. Но тут команды забыли, что есть дополнительное время и вообще набирают героев как из пулемета. Empire потихоньку вспоминает о дополнительном времени. Забрали пока более-менее метовых, опять-таки, персонажей. Здесь мы их уже не раз встречали, не раз хвалили, не раз и ругали с каких-то других позиций, если подойти. Но посмотрим, как они будут здесь в руках вот этих двух конкретных команд, которые показывали себя очень даже неплохо во многих позициях. Претензии могли бы быть определенные к СФТ и Спортс, но, тем не менее, они их преодолели. И поэтому можно более-менее спокойно сейчас за ними наблюдать. Я бы хотел отметить два факта. Во-первых, что с уважением Empire отнеслись к игроку из СФТ и Спортс и забанили Манки Кинга. Томпсону он не достанется. То есть игры смотрели и как прошли квалификации предварительно в курсе. А во-вторых, это очень уверенный пик первым же пиком Enchantress. То есть вы должны быть настолько уверенными в этом герое, чтобы взять его первым пиком, насколько это вообще возможно. Я вот не совсем представляю, разумно ли это. Потому что мы видим драфт дальнейшего СФТ, они берут себе хоть какой-то прокаст. И вот как, если вы внимательно следите за нашими трансляциями и смотрели сегодня на игру Пугны против Лича, где был Декрепифай, Бласт и просто смерть фулового Лича. То же самое будет происходить с Enchantress. Совершенно верно. И Лич, возможно, поэтому забрали себя на всякий случай, чтобы не подставляться. Да, просто Лич он дополнительно будет Enchantress убивать. Мы тоже вспоминаем эту ситуацию. Enchantress бежит с двумя кентаврами и Лич запускает свою ультимативную способность. Там и Enchantress погибает, и кентавры без хозяйки долго не живут. Там Фурион, в принципе, который рядом стоял, также погиб. Поэтому ситуация для Enchantress действительно очень опасная. И она может очень сильно подставить своих тиммейтов в первую очередь, о чем нельзя забываться. Ну и вновь СФТЕ оставляют последний пик для героя Иллидана, конечно же. Чтобы максимально подстроиться под драфт соперника, под его какие-то баны. Ну и, собственно, не раскрывать раньше времени ключевого персонажа. Посмотрим, что же они нам продемонстрируют. Еще остались баны по одной штуке. И у Empire, и у СФТЕ Sports. Посмотрим, кого они не хотят видеть в качестве кэри-героя. Будет ли бан Свена, типичный либо Фантом Лансера, либо же побояться все-таки антимага здесь от Иллидана. И Хаус Найт просто третий раз за игровой день появится. Или Хаус Найт, действительно, который, в принципе, тоже уже появлялся. Очень неплохо себя показывал. И пока еще не имеет поражений. Ну, посмотрим, что решит Empire. С кем они не хотят сталкиваться в первую очередь. С виверами не хотят сталкиваться. Возможно, потому что боятся просто-напросто ловить. А с остальными, якобы, можно чуть проще разобраться. Ну, контроля действительно не так много было бы на вивера. Есть, конечно же, айспав, которым очень удобно ловить подобных мобильных персонажей. Есть коса Некрофоса, но слишком дорогой и ловчий получается. Осталось 5 секунд. Это, конечно, да. То есть ловить с помощью косы, это только в каких-то крайних мерах, вероятно. И то не хотелось бы так отдавать, потому что урона потом просто не будет от Некрофоса. Поэтому не самая лучшая позиция. Ну и что, последний баннер софте Спортс. Кого они не хотят теперь видеть уже против себя. Самый главный момент. На какую линию еще они вот забанят персонажа, потому что Некор смело может пойти у нас и в легкую, и в мид. Чантра с Мираной как-то поделят между собой оффлент, кто-то пойдет роумить. И вот как раз-таки еще одного кора должны выключать сейчас. Да, совершенно верно. Посмотрим все-таки. Ну, опять-таки, да, можно кого угодно тут придумать. Можно вспомнить про Phantom Lancer, можно вспомнить про того же Свена, которого мы, опять-таки, озвучили и видели сегодня уже не раз. Поэтому. Ну, опять же, сейчас не только идет разговор о бане. Я уверен, что, естественно, и пик обсуждается, обсуждается еще и ранняя стратегия, возможно, и проблемы, как обычно делают коллективы. То есть это не из разряда, кого же мы пикнем, мы не додумались до последней секунды. Просто максимально используется время подготовки к уже конкретному матчу, когда вы знаете драфт соперника. Конечно, здесь действительно опыт может сильно сказаться. Для коллектива убрали легионку вообще, решили, что она будет поопаснее здесь вырываться как-то, и что мид Мирана, Некрофос в легкую. Интересно. Да почему, опять же, Некрофосу можно было в мид поставить легионку, пустить вообще на легкую ринью, и Чантерсу оффлайн. То есть вариантов очень много, и сейчас драфт вообще крайне вариативный. И я вот вроде бы с ожиданием смотрю на грядущий патч, который вроде бы уже должен показаться из-за гор, но боюсь, что не смогут они настолько идеально баланс подогнать. Драфт вариативный, но герои из пиков Пикатни те же. Тем не менее, да. Ну подожди, вспомним квалификации, которые были предварительные. То есть основные квалификации у нас только начинаются, то есть все веселье впереди. А если мы обратим внимание на квалификации предварительные, которые закончились, там было очень много разнообразных героев. То есть появлялись даже какие-то забытые. Были и антимаги, которые сейчас очень редко встречаются в природе. Ну, Лидан, да, антимаг. Именно из-за этого они редко и встречаются в природе. Ну и Свен просто на ласт пик решили не придумывать себе что-то особенное, разобраться с обычным просто подходом к игре. Нафармишь себе БКБ и какое-то время сможешь доминировать на карте. Просто мы видели уже сегодня Свена совсем недавно. Буквально на предыдущей карте от команды Лиги там он не успел. Андерлорд. Добро пожаловать. На Андерлорда тоже видели парочку раз, скажем так. Это не винрейт китайского турнира, азиатского, азиатского региона, где там был под 80%, но сам факт. Совершенно верно. Так что здесь будем внимательно следить, пипошка. Забирать энчандр, здесь все хорошо. Не-не-не, поменялись, конечно же. Все пересвапались, разобрали нужных героев себе. Попугали немного противника. Так или иначе, начнется данная Best of 3. Дорогие друзья, мы вас предупреждаем, что это заключительная Best of 3 игрового дня. Ставки сделаны, ставок больше нет. У нас пики сделаны, пиков больше нет. Самое главное, что на протяжении и следующих игровых дней до конца сентября и даже в октябре мы вам будем еще демонстрировать WC 2017, конечно же. Обязательно подписывайтесь на данный канал, пишите нам в Twitter. Будем с вами общаться, отвечать на ваши вопросы, зачитывать какие-то ваши сообщения, пожелания. Поэтому не стесняйтесь. На Twitter упоминается аккаунт UCC нижнее подчеркивание Dota и ваш твит окажется на экране с вашей красивой аватаркой. На весь мир фактически вы будете известны. Ну а пока вы придумываете островную шутку для твитов 140 символов, мы представим, кто же на ком будет играть. Итак, команда Эмпайр, Мипоршка забирает в себе Энчантрес, Гостик будет играть на Андерлорде, Ванскор забирает Джакира, ФП на Миране и Чапи на Некрофосе. Ну и непосредственно их противник, команда из ФТЕ, Мпексу будет сыграть на Личе, Иллидан садится на Свена. Товарищ Никуа будет исполнять в этот раз на Санкинге, Топсон играет на Пугне. И СТСТ ромить будет на Думе, по всей видимости. То есть такая полу-лесная, полу-четвертая позиция. Полу-четвертая. Ну мы это видели, от СТ показывал он себя неплохо, поэтому здесь действительно все шансы у них есть, чтобы раскрыть потенциал подобных выборов. Но пока еще действительно все очень и очень спорно. Все-таки коллективы оба сильные и готовы встречаться с другом сколько угодно раз. Понимаешь, парадокс в том, что сейчас Иллидан достался герой, которому не нужно собирать Тараску. Наша теория не работает. Ну погоди, Свену можно собрать Тараску. Незачем, конечно. Но нужно, да, ему нужно собирать какой-нибудь Сатаник, уж если на то пошло в какой-то крайнем случае. Посмотрим, какие у нас там билды предпочтет Иллидан. Здесь у нас не стал подставляться Сэнд Кинг, понимаешь, что можно слишком сильно подстрять. И оно того не стоит. Здесь же на верхней линии главное перекликнуть. Ну как ты Андерлорда перекликаешь? А тем не менее получается. Смотри-ка. Казалось бы, такой большой, вроде бы всю баунтируну он должен занимать, но нет. Просто лег на нее и уже не заберешь. Это мое. Конечно, в доте все работает не так. Было бы забавно, но в любом случае раннее преимущество по золоту разделено напополам. И сейчас придется, скажем так, все на линиях доказывать. Да, совершенно верно. Ну а пока у нас ставится пауза, я напоминаю про розыгрыш ДК Хука и двух аркан на СФ и на Кристал Мейден. И также 10 тысяч скинкоинов, соответственно, от сайта Скинкоин. Все, что нужно для этого сделать, это либо перейти по баннеру под описанием канала, либо ввести в чат команду восклицательный знак Скинкоин. И все будет ясно, что нужно сделать. Так что не упускайте такой шанс. Мне интересно, насколько агрессивно Эмпайр сыграет с тем самым Андерлордом, потому что он, ну прям идеально позволяет вам давить вот прям до последней минуты, пока вы это можете делать. До последней секунды, пока там не выкупится, не появится персонаж из таверны противника. Вы можете бить спокойно хайграунд. Вас все равно увезет Андерлорд на спасительном телепорте домой. Совершенно верно. Здесь эта позиция крайне интересная, поэтому будем тоже внимательно наблюдать. Здесь уже за Курьером, кстати, выходят, но Курьер контролирует очень сразу же. Моментально, можно сказать. Я переманил его к себе Эмпошка, и не получилось разобраться, думаю, с этим Курьером. Ну и что дальше? Посмотрим, в мид линии уже оберегают постоянно. А у нас Свена, который решил занять эту позицию интересную для себя против Мираны. А на боте гоняют Санкинга. То есть Ванскор просто взялся за эту миссию, и по всей видимости отступаться от нее не намерен. Конечно же, Чапис здесь свой фарм вывезет, и никого придется попотеть. При этом он скачал еще и инвиз себе. То есть можно смело просаживать его по ХП. Что, собственно, и делают. Да, ты можешь сидеть в этом песочке сколько твоей душе угодно, но спокойно будут крипов динаить. Ну да, получается неплохо, понимают это МПР, и просто сейчас с пульсами его задавят в случае продолжения подобных вылазок. Ну, действительно, интересный выбор Теледана в мид. Вместе с Личом решили здесь сдавить на Фена, ну и попытаться пофармить. Естественно, Свену нужен всякие-нибудь, ну, хотя бы какие-нибудь артефакты, ну. Ну, Лич вообще очень приятный, скажем так, собеседник для мидера, потому что он и линию тебе удерживает, тебе вообще лишний раз не нужно стараться. Ну, во-вторых, как только появится броня, ты получаешь очень хороший баф на старте против фражского мидера. Совершенно верно, и здесь это выигрывается очень неплохим образом. Тем временем у нас First Blood, собственно-таки, оформил убийство, забрав Гостика, ну и вот он, сила Бластов, и Underlord, несмотря на всю свою плотность, я не выдержал этого давления. Здесь же у нас Enchantress немного опоздал, есть стрела и сетка, и погибает лично, а в ФБ это уже сделан командой SFT Sports. И приходит Истис, едает крепочка противника, соответственно, немного будет, таким образом, контрить за парк Enchantress. Да, здесь Дом очень неплохо заходит, здесь идут на тебя, выбегает какая-нибудь армия крипов, ты одного скушел так, второго еще можно Мидосом потом как-нибудь будет добирать, и Enchantress оказывается гораздо меньше количества, чем назначально. Потому что под стрелу такое чувство, сам Сван подставился, там чуть-чуть не в крипа, эта стрела летела, он говорит, нет, не достал, тебе деньги так просто, придется подойти ударить на верхнюю линию Underlord, просто в наглую за Т1, чуть-чуть не под Т2 в соло гонит Тобсона, как-то за это не поплатился он своей наглой шкурой. Но здесь его уже один раз действительно наказали, а второй раз пока что Пугнал в одиночку не может, поэтому... Зато вот Миране никто не поможет. Да, зато вот Миране никто действительно не поможет. Складывается в рифму, как и убийство для SFT. 2-1 начало за, вроде как, SFT, да, получили они себе неплохой старт, крипов еще лишних подкушали из лесу. Ну и... Зато вот верхняя линия здесь, безусловно, все по-прежнему комфортно, и Томпсону здесь стоять тяжеловато без поддержки суппорта. Приходит, дум к нему на помощь, да, он сейчас снова съест там как-то сатира лишнего, либо же Урс, и все зависит от предпочтений. Да, посмотри, ну... Все поприятнее будет, там все-таки и я, уроригены тебе, ты вместе с землей просто превращаешься в такой мобильный фонтанчик. Да, лишним не будет, поддержка для команды очень существенная оказывается в результате, и ты, если ты на линии не просто стоишь, казалось бы, если будут тебе какие-то претензии, тебе говорят, что все хорошо, я вас лечу. И получается крайне-крайне позитивная позиция. Ну а тем временем стакую для Свена. Самая главная задача исполняется речом, эншенты потихоньку обретают уже большее количество вокруг себя, и это может очень серьезно изменить ход битв, опять-таки заполучив Свену чуть более раннее преимущество за счет артефактов. На нижней линии, видимо, немного агрессируют на Сент Кинга, но пока у него получается спастись, он уже за ним придет еще до обресса, однако есть Боролл Страйк, и он вроде как избегает наказания. Такие танго кушается постоянно, да, ему здесь тяжело, безусловно, и ванскор идет чуть ли не до самого конца, нужно будет и стики таким образом прожимать, неужто пойдет Чапин? Не стоит, не стоит, так нагло-то по Т1, думал, что это с Пульсом дотянется, но рейндж слишком мал. Да, совершенно верно, Гош Рау даже прожал, чтобы получилось как-то под башню более безопасно зайти, но все-таки Сент Кинг оказался не так-то, а просто на вкус, и пришлось отступить обратно Чапи, и не позволили ему разобраться с темностью. Опять же, на боте есть вроде бы и перетяжка от Сил Тьмы, попытаются, возможно, укрепить позиции Сент Кингин, иначе Нику, оно просто ему очень тяжело дается здесь нахождение, и он без крипов останется. Но он теперь уже не может так запросто подходить в упор, выдавать Синшторм, просто потому что его да с пульсами прогонят с этой линии очень быстро, а ОЕ прокасты действительно напрягают, и вынужден он будет уходить. Здесь же опять агрессия на ФН, и видим, что ФН не так комфортно стоять, вроде бы милишный Свен имеет гораздо больше крипов, чем та же Мирана. Свен просто очень наглый, он понимает Мирана, сейчас его сильно просаживает, ну, по крайней мере, вот этим райт-кликом, именно физдэмэджем, а физдэмэдж нивелируется кучей брони. Ну вот, опять-таки, Мебошкас реализует на все 100% свое местонахождение лоббит Думы, который вроде как-то не должен здесь находиться, стан, сетка, и еще один стан, все хорошо складывается. ФН, да, прилетел, со стрелой помог. Ну и 2-2, сравняли счет, здесь пока что, пускай, у нас уже никто не намерен. Ну, просто, конечно, зажимают и не дают элементарно пойти. Такая тактика Профета, обычно, с такими спрутами и призванными трендами на их месте, но здесь все это немножко по-другому выглядит. Опять же, в мид-лине основное движение по итогу. ФН здесь неплохим фармом, но Иллидан, конечно же, чувствует себя вообще на фри-фарме. Чуточку лучше у него ситуация обстоит, Лич постоянно ему вешает броню, и все более-менее потихоньку. То есть, опять мидер-блаж, где жирклетка, Лайф-Дрэйн полетел, и неприятность уже у Гостика, но урона не хватает на сей раз. Стал играться более 70 хп. 70 хп, и поэтому очень и очень опасно. Ходится, был бы кто-то еще, был бы другой совершенствующийся. Ну и снизу, наконец-то, додавили по Сент-Кингу. Через косу его даже отправили отдыхать на 20 секунд. Ну, самое главное, что фраг, естественно, сделан. Сейчас особых перетяжек от суппортов, каких-то файтов 5-5 не намечается. Все пытаются на линии максимум вынести для себя экономики. Иллидана подцепить под зловы листанчик Кентавра. По таймингам неплохо, стрела залетает, но демеджа слишком мало. То есть, вот его бьют, бьют хорошо. Как только звезды полетели уже, не без демедж, он почувствовал это. Ну, там еще и Дум подбегал, в случае чего, если что, он бы мог как-то помочь. Ну, а здесь просто святы не прожимаются. И совершенно спокойно может продолжать находиться на линии. Уже в ответ какую-то агрессию выказывать. Вот опасность у Сент-Кинга, но Фимирс, без пульса, его могут пробить. Эпицентр, а как продолжать-то он будет. Просто разойдет от него, сейчас еще одну косу выкинуть. Правда, пока нету поддержки. И просто с руки добивает. Ну, просадить противника по ХП была задача, а вот у ФНа нет липа. Сейчас из-за них просто идут под Т1 вышку, демеджа-то очень много по ХП. Он еще в крипах застревает, и Шоквейп, он пытался уйти в леса, но не смог. Чапи один ловит Станы, тоже может здесь погибнуть. Пытается отступать ванскор, приходит Сриквидфайя, забрасывает в Элидана, но Элидан слишком плотный. Слишком хорошие статы, а вот Энчантер с Мипошка. Фланг, правда, четвертый левел, и пытается Чапи под хрус-раундом. Просто стопит Элидана, Элидан не может уйти, останавливается, замедление есть. Стивраг для Чапи, Элидан отправляется в таверну, следом за Мирану, и теперь Мидры в равном положении. Медленная, мучительная смерть, когда тебя пытаются закусать просто комары. Именно такой демедж чувствует Смен, но все-таки его было слишком много. Да, когда комары тебя такие закусали до смерти, это неприятно, конечно, при расстоянии. Здесь у нас пытаются как-то Топсона напрячь, ну, Топсона все хорошо, у него топовый Крипстат, Андерлор пытался ему помешать, умер один раз и больше не суется на эту линию. Страшно слишком быть как-то пугны. Ну, я думаю, что нам стоит уже включать Мидворсом, мы чуточку больше информации с них получим, и мы посмотрим, как и Эрли Стадию, Стадию Лайнинга отстояли команды. Некор, на первой позиции пугна не отстает, а Смен с Мирану практически на одном уровне. 300 монет разницы, но это не столь существенная цифра, чтобы говорить о преимуществе, выигранном в мидлинии. Ну, с учетом того, что общие Мидворсы все-таки в плюс для команды Эмпайр, здесь это действительно особо ничего пока еще не решает. Вот сказывается, и ФБ сказывается. Тут просто мы берем позиции везде по 500 в отрыве. Ну, вот сейчас, кажется, постарается компенсировать этот отрыв, возобрав все эти стаки, и это очень и очень хороший бонус по экономике. Конечно, тогда пока еще не столь он мощный, нет у него какого-то, допустим, сабельки, да, сейбр, чтобы получилось побыстрее с ним разобраться, и приседает. Момчик, момчик хотя бы. Либо Мом, да, в том же ключе можно было побыстрее это сделать, а там он сейчас эти стаки заберет, там еще снизу эти стаки есть, поэтому... Вот вроде бы он бьет, да, вроде бы получает золото, а по-прежнему больше тысячи преимущества в Империи. То есть погиб Лич, хорошо. Говорит, я возьму удар на себя, все нормально, Свен, форми дальше. Но 26 секунд таверни, это немного перебор. Это проблемка действительно сейчас для Лича, потеряют много времени. Ну и продолжают делать стаки уже. Эти стаки видят, видят эти стаки, Эмпайр, возможно, попытаются помешать Свену, это просто отличнейшая возможность для них. Да, тем более Мэднас себя еще собрал, здесь же попытка как-то на Топсона выбраться, уже выходит сюда прирученные крипы. На скан поймали, опять же, вовремя с ФТЕ прожимают данную способность. Но сможет ли улететь, да. Это сможет, сможет. Кентавр, конечно, подбегал, уже замахивался, но все это с лишней задержкой. Ну и что же, будем смотреть дальше, получится ли подловить Свена. Пока еще Свен не стремится в том направлении, стоит на базе, ждет выгодных разминов. Ну а тут приходится разменивать Вышку. Подходит все вместе с крипами, и Вышка, понятное дело, упадет. Приручены катапульты, опять же, от Найпошки, то есть все слишком хорошо. Ванскор в наглую уже просто подходит, забрасывает, ликфает. Олбрайв говорит, я еще и денег здесь заработаю. Он гоняет, лича на лишние 300 золотых, что приятно. На Боте, видимо, Вышку, кстати, решили отдать. Пайр, где просто на Т2 сразу. Они могут сейчас пройти с катком, как мы это уже не раз видели, если подойдет Тобсон, он особо ничего не сделает. Они есть, посадили в клетку, стрела полетит, успевает отойти. Стрела, возможно, скило выдавать себя чуть-чуть ранее. Опять данный на ход. Мы это видели один раз с Бэтрайдером, взаимодействие очень неплохое с баночкой. Да, это было действительно интересно, но тут уже просто Андерлорд увозит. Вот то, о чем мы и говорили, и увозит, то он вроде бы на нижнюю линию, правда, погибает, Гостик. И тем самым пугно не позволяет уйти на защиту Вышки. Да, Дабл Хилл сейчас сделает нас Тобсон. Здесь же Дум есть еще и Фо. Миран, Миран ничего не смотрит. Пытается бить струки, получается, добить лича, но при этом сама пытается еще не в какое-то время выиграть, а погибнет. Ну да, это уже не отлично. Инфернал Блэйд не получилось, где-то спрятаться в лесах, убежать и нейтрал как-нибудь отдаться. Очень быстрые три фрага получились для сил тьмы. И Мирана, естественно, понимала, что не уйдет, именно поэтому развернулась, ударила один раз лича и говорит, хоть какой-то размен, хотя бы опыт я получу дополнительный. Ну да, 6-6 в результате мы видим еще, что равный. А Нетворцы скачут сейчас, да, менее тысячи, поэтому особо на них обращать внимание пока еще не стоит по-прежнему. Но лайн снесли, самое главное сделали, и проблемки начинают появляться в СФТ, и нужно как-то ответные действия выказывать. Потому что пытаются переиграть друг друга по вижену, и здесь пап, он скоро говорит, что у меня есть небольшое преимущество для тебя, лич. Да, небольшой сюрприз здесь. А, и нижняя вышка, тем не менее, по-прежнему стоит, слушать, ему и Ридан приходил, и Сент-Кинг приходил. Ну, сейчас как бы Чапи под Вейлов Дискордом-то никуда не просадился чем сильно, но не стала его пока выдавать. И башня просто упала от крипов. Я почему-то думал, что пойдут как-то пытаются хотя бы заденайть Тавр, но вот Некор решил, что важнее продамажить немного Сент-Кинга. Ну, его право, в принципе. Но, опять же, они отчасти боятся, что это такой байт, мол, крибы сейчас сами забирают Тавр, а мы стоим в лесу и прыгаем на тебя, Некор, и убьем. Кирестр план, здесь же у вас наиспад есть, здесь стрела также попадает, а хватит ли урона, чтобы добиться? Нет, конечно, нет. Слишком много ХП, но самое главное, что с Вент сейчас, в ситуации, когда вам пушат Т1, уже не столь сильный защитник, совсем ХП не осталось. Кавычка вот-таки упала, и продолжается Дум, агрессирует очень сильно, начинает воевать, но его могут подцепить. Лайфдрен есть, уже разобрался Андерлорд, Вард очень сильно мешает от команды, парни могут сражаться здесь толком, Апсор поставился, есть подкопка у него. Айспа попадает, Ридан очень бит, и Касса заглядает в ответ, отправляя Сент-Кинга отдыхать, даблкил есть также для пуган, и полетел еще инфрос, и Чапи очень сильно может поставиться, но нету продолжения, Лайфдрен есть весь станд, вот правда. Добитесь Тимп, эту спину погибает, думаешь, живут, Эмпайр, вот что самое важное, и в целом-то, размен более-менее удачный для них получился. Драка очень-очень затянулась, и этим самым 2 в 2. Ну и размены примерно одинаковые, 400 золота там, 400 тут и 1000 золота. Просто Андерлорда очень быстро забревает пуган, Микпифай и Здравствуйте Бласт. Вот, собственно, на этом вся жизнь Андерлорда заканчивается, которая обычно в драке вытанковывает просто тонны дэмэджа. Ну и вот мы видим, да, снова 8, 8 счет по, таки, все эти 1000 урона у нас, получается, распределяется между двумя героями, и по-прежнему абсолютно равная ситуация по этим моментам. Вот по башням, конечно, этого не скажешь. Нижняя линия, разве что, продолжает сохранять позицию, но не складывается. Пока, я думаю, сейчас совсем скоро придут, и точно так же пройдутся по-быстрому вместе с крипами, без особых проблем. Блин, появляется у Свена, кстати. Сейчас будет чуточку мобильней, и инициация, конечно же, будет в разы быстрее. Да, здесь Ильдан идет продолжать парни нейтральных крипов, хочет себе где-то побыстрее добрать БКБ, может очень сильно изменить ход битвы для него, в частности. По той же, например, Энчантрос есть нападение на АП, да, АП попытался липнуться, но ему объяснили, что это возил. А там он не попытался, у него лип был в КД. Вот в чем дело, его поймали просто на тайминге. Ммм, то есть он липался для чего? Для того, чтобы быстрее добраться до крипов, а здесь, здравствуйте, Энчантрос сбивается эпицентр в Санкингу, неплохо, но при этом Ильдан это может и не спасти в целом. Слишком здесь уж много вражеских героев. Да, если есть лайф-дрин, есть подкопы, Энчантрос сколько бы раз ты не прокачивал, онтачивал, тебе не поможет это. Тобсон просто, ну вот... А, да, вот лип в калдауне, у него 9 секунд. И здесь Тобсон, и на боте Тобсон поучаствовал, повсюду пугнул, успевает. Действительно, очень мобильный герой, и Тобсон знает, как на нем лучше всего, видимо, отыгрывать. Ну, зря. Его был завод, и в каких-то моментах постоянно против него банился. Всех не перебанишь, либо Манки Кинг, да, либо пугна, выбирайте. Но, безусловно, лучше забанить Манки Кинга. Это перебор. Манки Кинг, потому что у руках Тобса это просто кошмар. Здесь у нас Амбанскор агрессирует просто на крипов. Поставил еще вар дополнительно, чтобы можно было видеть какие-нибудь подходы и к баунти руням впоследствии. Ну и посмотрим, к чему это потом приведет. Будут ли какие-то ловля Свена в этих лесах. Очень-очень интересно. Смещается в лес теперь уже, да. Пугна вместе с Думом ищут для себя жертву. Если мы могут найти Чайпик, полетел вар. Тут же Дикки Крипай, тут же нас лайф-дрейн. Придется Родофотос, но Родофотос не поможет. А где же поддержки очень большой рейндж, но не хватает так или иначе и успевает спасти здесь Чайпи. Сам факт просто, что Некр, один из самых плотных героев команды Эмпайр, сейчас чуть ли не погибает от вот минимальной агрессии со стороны Тобсона. Да, тут действительно очень сильно сказывается и Вейл оф Дискорд, и Линза. Все-все в дэмэдж, конечно же. Сейчас еще и Аганим себе в оформе совсем страшным героем станет. Но бегать от него будет все хуже и хуже. Видим, что на первой-второй стрелочке Нетворца теперь держится SFT команда. И Свен, и Лидан, и Тобсон на Пугне. Немножко вырвались вперед. Видим, что неподалеку вроде Некрофос, а вот у Мирана ситуация немного похуже. Никон на боте пытается как-то контролировать линию, при том, что Тобсон поблизости. Если будет какой-то соло-герой команды Эмпайр, можно его будет быстро через контроль убить. Ведь, к примеру, Ван Скор это прям идеальный герой для того, чтобы стать жертвой СПТ. Ну, вполне себе неплохой вариант, но пока что отходят на верхнюю линию, понимаешь, что. А там могут быть проблемы с Т3 за ходом на этот Т3. И здесь просто остается один Никуа, и как бы... А, Пугна уже поблизости есть. Не ждали, не ждали, что здесь есть поддержка в виде всей команды Эмпайр, и за это Пугна поплатит своей жизни. Отпускать не должны никоим образом, но, конечно же, Касса. 70 секунд. 70 секунд на 18-й минуте, и это слишком жестоко, по-моему. Да, и более того, серия из пяти убийств была сейчас прервана. Таким образом, Чапи очень неплохо себя бустанул, но пока еще не обгоняет. Ну, зато те 70 секунд, что она сейчас в таверне... Они вышку снесут как раз-таки. Они две вышки снесут как раз сейчас вполне запросто, если Мипошка приведет крипа какого-нибудь с левого спота. Ну, он просто привел крипа любого, который только можно было взять под руки. Глиппом еще несколько секунд выиграют. Приходит, кстати, у нас Никоан для того, чтобы, возможно, посейвить, но нужна поддержка в соло, он здесь не справится. Да и вдвоем тяжеловато будет, слишком здесь гости к Чапи плотные. Двоих хватит. Ну, и все-таки прожимается Дарклифт, решили отсюда улететь, улетают на базу. Разве что Мипошка остается. В остальном, ну, его поставили на отход. Хорошо. Продолжают фармить команду СФТ, решили не защищаться на базе. И тут опять стаки Энджингов, и под Мэнсом уже гораздо более приятно с ними разбираться. Буквально там 7-8 взмахов меча, и основные крипы уже пали, остаются только небольшие боссы. Да, ну и разобраться с ним также не проблема. Вот, на скан поймали. А что дальше идет, будет ли какие-то врывы в ответ? Он очень интересный момент, потому что, ну, пока не вижу. Они, в принципе, снесли вышку, все сделали неплохо. Эм, стрела. Стрела в Никоан не попала. Ну, при этом Никоан моментально понимает, что что-то крип погиб. Нужно отсюда побыстрее делать ноги. Он совершил, наверное, иначе можно уже эти ноги потерять в бою. Ну, и чаты также продолжают фармить. Тоже тут пару фактов есть. Этого, конечно, не так много, как у Свена. Видимо, у него уже 10 тысяч с половиной фактически в кармане. БКБ есть, Блингдаггер есть. Мэднес есть. Драться готов. Еще 16 уровень. Получите стартовый пакет. Капитал у него, да, безусловно будет наработан. Свена для файта готов. А там появляется Форс Став. То есть это немного подконтролит ситуацию с пугной. Но может и не хватит. Потому что так или иначе, Эмпайр не получилось дожать свой сноубол. Сейчас они, так же, в принципе, как и из ФТЕ, дожидаются файта 5 на 5. Который рано или поздно произойдет. Который расставит точки над и в плане инициации. Кому же она перейдет в руки. Кто же пойдет на Рошана. Кто пойдет уже добивать Т2, подниматься на хайграунд. Все будет в том самом файте. Совершенно верно. Как и на предыдущей карте сражения все решилось, допустим. На Рошпице. На предыдущей, да, на второй получается. Магнус прыгнул, одну драку выиграл и все понеслась. Здесь тоже может та же самая ситуация произойти просто-напросто. И из нее уже не выберутся коллектив Эмпайр. Поэтому тут нужно быть внимательным. Просто даже сплитпушеров-то особых нет для того, чтобы как-то растягивать часто силы противника. Да, вроде бы есть андернорд, который может прилететь на ультимейте. Но не для этого его ультимейт явно создан. Ну, в этом пане, конечно, не хотелось бы, да, так подставляться. И что, перешли на верхнюю рюмину. Там уже все снесено здесь. Ванскор пытается как-то отпушивать и стягивать на себя своих соперников. И они, в общем-то, вроде как и стягиваются, да. Постоянно бегут вроде вместе. Этого недостаточно. Так, ловят. Есть данный. ГДС. Ну, вот, собственно, есть ультимейт от Мирана. И не добивает буквально одного удара. Не хватило, чтобы Миркошка погиб. Неплохо. Что-либо, Миркошка сейчас будет без ГДС? Конечно же. Вот она, жадность. Оказывается, отпустие. Но БКБ прожимать ради того, чтобы убить, это тоже немного опрометчиво с его стороны. Поэтому... Да нет, это переборник. Он не туда немного прыгнул моментально. Ловится Нкинга, убить бы его еще, а тут ультимейт отлича отгоняет. Ну, и отступает Гвоздик. Говорит, подойди ко мне команда. Прыгает Свен, стан, но спаслись. Да, было бы забавно, если бы Свена еще забрала с собой. Но, к счастью, такого не происходит. Иначе были бы серьезные неприятности. Иначе бы Андерлорд вообще никогда в пиках не появлялся, если бы это так работало. Да, и... Ну, это уже, да, мелочь. Думаешь, да, можно с собой на базу ввести какого-нибудь героя. Ребята, у нас безбилетник. В том-то дело, они полетели не на фонтан, они полетели в сторону Т2 медлини. Там бы, я думаю, Свен еще успел добить какой-то таргет. Появляется Худ, наконец-то, у Андерлорда. Он хотя бы сможет оттерпевать дэмэдж от Пугны более резонно. Совершенно верно. Пока еще не так все хорошо. Не у дело обстоит. Он у поделанной степени может подставиться. Тем более, что помимо Пугны есть еще несколько героев, которые могут помешать этому. Ну, мы здесь просто Т1 забирают, а уже у нас снизу подбирается команда Эмпайр к Т2. Ну и остается у нас 4 внешних вышки у Эмпайр. И только 2 тавара по-прежнему стоят у СФТ. Ну, здесь, конечно, есть некоторые сложности. Но вот сложности решаются. Это не сложности, потому что СФТ, как только выиграют вот тот самый файт, им, естественно, нужно его выиграть, они просто появить вместе с Пугны и снесут всю линию. Да, есть блинки, есть подкоп, продолжают умирание. Врыв с ДДСом, стрела ловится с Веном, но это не поможет. Никоим образом Чапион все равно погибнет, а вот у Фена, чьи есть шансы спастись, если пока что мансить в лесах и попытаться с телепорта улететь. Не находят его блинка, вот просто в противоположную сторону. Неплохо сыграно. Фен здесь спасается. Нико правильно прочитал след, где именно ходил Смиран, но опоздал всего лишь на секунду на три. Естественно, сарказм, кавычки, закрытым. Сейчас нужно растягивать силу немного Эмпайр от противника и не подставляться вот на такие выходы 5-5, потому что явно СПТЕ уже сами готовы инициировать. Именно так. И смотри, сейчас вот Ванскор, который где-то, вроде на карте, незаметно бегает, тут как-то маленько Ликвид Парминта доспушивает. И Т2 в медлине, и Т2 снизу. Может запросто себе позволить, если, конечно, линия будет не слишком отпушена. Чем сейчас и занимается команда на СФТ-спорт. Что дальше? Искать врагов, либо же продолжить фармить сейчас для Иллидана. Хотя глупый, наверное, вопрос. Конечно, фармить. Это же Иллидан. То есть в любой непонятной ситуации продолжать свой фарм. Естественно, они это совмещают с тем, что отпушивают верхнюю линию и не позволяют Эмпайр в какой-то момент быстро прилететь, допустим, даже на Андерлорде. После выигранного файта об этом забывать не стоит. То есть нужно все вариации негативные для вас стараться отринуть и выбросить. То есть если вы знаете, что у противника есть даже призрачная возможность прийти на запушенную лайн и быстро снести вам базу. Зачем вам оставлять эту лайн запушенную? Здесь мы видим, что на отпушивающейся лайн идет смок-атака потихоньку-помаленьку. Но, к счастью, никого не находят сейчас. Ну, вот с войны разворачивается и на этом можно действительно сыграть. Иллидана должна была и заметить. Сейчас смоки спали. И Иллидан сам видит, будет ли врываться. Интересный момент. Да, есть врыв со стана. Но дальше не пошли. А если папу видели, то у нас здесь не одна Мирана и отступает. Но снизу тем временем сносится вышка с пугной. Мы полетели на сейв. Полетели на сейв. Тут уже вроде бы поймали пугну. Пытается уйти Тобсон. И раз... Очигаривает эпицентр. У нас Никоа врывается. Очень много демоджа сбрили. Инчант разбрилили. Также Джакира. Никоа погибет. Но как же много он здесь сделал. Тобсон просто продолжает носить демодж. А вард стоит. Его не добивают. Этот вард. Только сейчас могли разрушить. Много-то, конечно, много. Но недостаточно. Двух саппортов решились. Здесь было только два героя с ФТЕ. Ди, ты слишком жесток. Пять тысяч демоджа от одной пугной. Они должны были уходить. Почему они остаются и дерутся? В общем, вопрос. Эпицентр скастовывать в этой... Спейс Криэйт? Свен и так бы оформил без проблем в лесах. Здесь очень странный момент. Пытались запушить. Не получилось. Прилетели на сейв. У меня больше вопрос как раз только с ФТЕ. Почему никто не поддержал? Будь там хотя бы еще один герой. Пусть даже там был бы Лич. Со своим ультимейтом. Они бы сделали... Хотя бы Лич? У него один из сильнейших ультимейтов. На равне с Энт Кингом. Поэтому я бы не сказал, что хотя бы Лич. Думан, да? Хотя бы на себя удар принял, допустим, какой-то. Был бы другой разговор. Но проблемы все равно складываются не самым лучшим образом. Да, вроде отпушили. Но при этом потеряли пугуну. Она продолжает сидеть еще 30 секунд в тавернии. За это выгодное время снесут Т2 в недлине. Снесут Т2 снизу. Центральную башню не атакуются. Придется оттуда поевать хайграунд. Тут же поймали, кстати, у нас СВН. Есть никого. Врыв неплохой. Брос-страйк. Тут же станет залетать Некрофосом. Форс-став. И отойти от Иллидана. Он под ГДСом. Нандерлорд говорит, ребята, уходим отсюда. Еще пару секунд прождать. Отлично, заивейдили ситуацию с Иллиданом. Все, без особых проблем. Опять-таки, Эмпайр понимает свою силу. Понимает силу ультимейта Нандерлорда. Да и, возможно, стоит Форс-став прикупить кому-нибудь из команды СССР, чтобы выталкивать либо самого Нандерлорда, либо кого-нибудь, кто вам нужен. Это было бы интересно. Мы это уже видели. Да, это довольно неприятная ситуация для команды, в которой есть Нандерлорд. Когда вы просто берете и кора вытаскиваете из-под спасительного круга. Совершенно верно. И особо с этим ничего не сделаешь. Так что тут важный момент. От этого нужно понимать. Но пока этого не увидим, то все больше хорошо. Линка появилась у Мирана. И тем самым немного хотя бы спасется от стана Свены. И опять же ультимейта. Думаю, пугну. На пугну прыгают очень нагло. Но тут как раз-таки проклятие на Микрофоса. Как бы это смешно не выглядело. Да, там еще Чейнфросгеты летают на нижней линии. Другая драка происходит. Здесь уже паха ранелит. Уже сражаются, пытаются Свену. Его отвоевали. И погибнет еще Ильич. Айспав попал. Долгарстасгет летит. Нужно лишь только дать информацию. И допрыгивает у него фэнта. Минус три. На вражеской территории. Очень плохой файт для СФТ Спортс. Не получилось вообще никак подраться. Даже при том, что вроде дрались не на рам. Сейчас 2 на 2 было сверху. И 2 на 3 снизу. Не стали, кстати, они спешить именно в хайкраун. То заходят на Рошана. Но зато без проблем берут себе Айгис. Ничем абсолютно не рискуя. Совершенно верно. И сейчас с этим Айгисом можно уже двигаться на любой из лайнов кроме нижнего. Там слишком много крифов. Слишком близко они... ...своей базе. Откушать нужно. Этим будет заниматься Энчантрас. Ну, Энчантрас в последней драке, конечно, импетусами застреливала только так. Дэмэджа все больше и больше. От этого героя игнорировать его нельзя. Да, убивать Энчантрас вы по-прежнему можете без проблем. Но если не справились, готовьтесь принимать кучу дэмэджа. Конечно. Она может оттолкнуть себя от Свена и совершенно спокойно с ним разбираться, пока он там пытается до нее дойти. И Лида на кайтят. Просто то, что и нужно делать. Нажал ОГДС, нажал БКБ. Никто с тобой разговаривает, с кем не хочет. Три удара. Крит вылетел на тысячу. Неплохо, но... Три удара. Заметь про справедливость. Справедливость, справедливость доты, когда вылетел Крит на тысячу. Когда осталось 50 кп там. Вот в чем дело. Проблема еще в том, что три удара потребовалось... Ну, вернулся от стрелы неплохо здесь СТ, но... Есть проблема. Есть еще последняя стрела и залетает. Так она из Телефоль Топсона и будет продолжение. Лайфдрин очень неприятному началу не поможет. И поплатился Аегисом за подобную вылазку. А стол или на того очень большой... Второй раз сейчас будет мирадом. Да ведь центр сразу запрозимает. Это ФМ просто пытается улететь. Есть у нас продолжение под ковку-то... Никуа Брин. Спешит, спешит уже Underlord на помощь. Говорит, ФМ, куда ж ты пошел? Я уже здесь с ультимейтом, держисься! И спасают, спасают. Теперь Дарк Кривта не будет. Это проблема. В следующем файте. Но с другой стороны, потратили эпицентр точно так же. Потратили ГДС. Ну, Дума опять же убили. Это все равно сделан хоть какой-то фраг. Это, знаешь, это не Аегис, который мы потратили для того, чтобы пофармить леса. Хоть что-то. Мирана агрессируется Аегисом. Команда не поддержала. Аегис на Дума, ну... Не так плохо. Ладно, хорошо. Хорошо, Аегис на 2000 фарма в лесу. Норм было бы? Да, да. Хороший план. Но, тем не менее, да. Хотелось бы увидеть что-то более стратегичное. Возможно, выходы какие-то уже стороны, нежели просто соло-убийства. А тут собираются СФТ и начинают свой план. Какая-то вылазка планируется. После не самого удачного дня драки, да. Смотри, сканы просто. Синхронная разница доли секунды. Но ищут друг друга, понимают, что сейчас нету Аегиса, можно идти повоевать где-то, кого-нибудь подлавить в более благоприятную для себя ситуацию. Тем более, что нужно идти воевать, иначе длительный фарм может ни к чему не привести. Да, понимаешь, что это... Пока с этой вот Мираной в дэмэдж именно физически она еще и диффуза себе соберет, там совсем страшно станет. Опять же, для Пугны какие-то подобные вылазки. Да и Дум уже не так мобилен будет, не убежит. Совершенно верно. И очень близко уже друг от друга находится, но пока не видит. Есть у нас, конечно, Вард со стороны Эмпайра. Ну, по-моему, он не задевает. Хотя уже в том направлении летела стрела, и, скорее всего, должен был Ильич понять, что тут что-то неладное происходит и отступают с этих позиций. Это прям, я вспоминаю сразу какие-нибудь РПГ по типу Скайрима. Стрела прилетела рядом. Хм, все в порядке. Там, секунду. Это ветер? Да, это ветер. Наверное, показалось. Действительно. На Эфану, кстати, сбили линку. Он не среагировал на это и за это поклонился жизнью. Не успели? Ну, тут не понял, действительно, что... А не стоит, наверное, на вражеской территории как-то агрессивно фармить, и был за это наказан. У вас нет вижена на подходах. Тебе сбивают линку, и первое, что ты делаешь в этой ситуации, это лип, 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 лип. Но не получилось. Лип, лип, лип не получилось, зато мы видим, что Иллибран таки-то собрал артефак победы. Осталось его себе принести. Проблемы у него возникают. Каза уже полетел, тут же врыв еще. Прямо в упор от Дума вешается. Под Коб под Вим очень неплохо. Очень просто так же залетает, будут небольшие неприятности. Полетел Даркит, но не познали. Ван Скор, подойди к Андерлорду и увозит, увозит всех под Фонтан. Кемсауну хотя бы не позволил прямо здесь и сейчас проиграть линию. Да, ну это 2 в 0, так или иначе. И Блатторн только-только прилетел. А был бы он в драке, был бы совершенно другой разговор. Но опять же там коса, потраченная в Иллидана, пытаются они сразу же этого героя выключать. Они Топсона абсолютно игнорируют, по-моему, как первый кардит для убийства. Но уже просто до него добраться не получается. Иллидан стоит впереди, очень неплохо на себя переагривает. Внимание переключает. И тут вард продолжает еще просто стоять. Их от него не крипифай, не дают возможности как-то подойти. И вышка он так или иначе упадет. Врыв еще одуман, он передумал после этого. Лицом баканул, говорит, иди сюда, и раздумался бы его. По нижней линии крипы уже поднимаются сами на хайграунд к СФТЕ и тем самым заставляют стянуться моментально никого. Ну, сделали максимум из ситуации, конечно же. Там дабл дэмэдж нашли, просто заденали его, не стали подбирать даже. Но еще до ИТ-2 нужно разбирать, чтобы пытаться как-то делать мега крипов за один заход. А это, пожалуй, сейчас лучший вариант для команды СФТ, не позволять врагам так просто себя перемещать. Только один лайн парапушили, и вы сразу же вынуждены уходить обратно. В никаком случае нельзя оставлять базу без присмотра. И вопрос, что будут делать Empire, опять же, они, безусловно, не проиграли эту игру еще. Да, неудачный файт, да, подставился ФН, но это не конец. Они прожимают, конечно же, смоки и идут ловить, идут мстить. Да, смотри, как бы 32-ая минута, Нетворцы в нуле. То, что Микрофос только сейчас планирует покупать Рейдианс, это и своеобразное решение. Иллидан был, Иллидана поймали, Каса сразу уже залетает, подождать секунду. А зачем Каса сразу же, если у него есть стан, пытается вернуться. И вот опять-таки, Катя, Теллидан вынужден наступать. Лайфедрен потратили, заливают, теперь уже были Дан, а из ПАП очень неплохой потратили. В заливочку-то, вот чем дело. И падает, падает у нас вроде бы команда Empire, убили Микрофоса. Но Топсон просто нереально высасывает сейчас Кинтон, что-то уменьшается. Лайфедрен не сбивается клеткой и вынужден улетать. А тут с кем он улетит? Просто один. Ванскор, Ванскор навстречу ушел и говорит, спаси меня, руку тянул, говорит. И возвращается Иллидан, и это три в одного Сент-Кинга. Иллидан, почему Касу так рано отдали? Что случилось? Есть дискоммуникация, либо какая-то еще дополнительная, не знаю, ошибка. Да много, опять же, вопросов. То есть, хорошо, Иллидан убежал, вы его не добили. Вы дальше бьете Сент-Кинга. Почему? Почему не Топсона? Вы не замечаете, что именно он вам мешает больше всего? Возможно, он маленький, незаметный, с травой сливается. Ничего себе маленький, незаметный, из него там такой луч смерти. БФГ Эдишн, ей-богу. Да, пытается еще пожить. Есть лайфедрен, скриппа, просто чтобы хотя бы его не добили. И попытка зайти на хайграунд, пока нету никого из команды Эмпайр, кто мог бы защищаться. Но Андерлорд, тем не менее, пилосы фаерштормами не получатся. Это тоже неплохо. Все-таки не могут пока еще подняться на хайграунд. А на хайграунде будет тяжело, потому что вас полетят импетусы, Андерлорд будет вас фоксировать, айспапы, дуалбрефы, макропиры. Отбрасываться Эмпайр, сидя за стенами своей базы, могут очень-очень долго. Это верно. Здесь об этом тоже забывать не стоит. Но, с другой стороны, если их зажмут на базе, они в определенный момент просто выйти с нее не смогут. То есть, Мирана, она, конечно, хороший боец, но Суэн боец чуточку лучший. И надежда на Некропоса, но если такие косы будут продолжаться и дальше, я боюсь, у Эмпайр шансов-то не так и много. Нет, я понимаю, в принципе, задумку. Они вешают косу на контроль и сразу же пытаются выдать под нее кучу демеджа, но у вас нет такого сумасшедшего прокаста, чтобы забрать Свена, у которого там под 2,5, если не больше, тысяч здоровья. Ладно бы там 5 догонов, как бы, 5-го уровня вы вешаете косу, раскаст из реалганов. Там даже коса уже не нужна, вроде бы, он так погиб. Но, тем не менее, зато она дольше в таверне будет сидеть. И БКБ для пуганы. Теперь до нее и так-то особо не добирались. Ну, а если доберутся, то будут вынуждены бить с руки. Раньше была возможность бить айспафом, законтролить как-то, дать прокаст лишний. Сейчас, допустим, просто на это все смотрит и говорит, ребятки, я уже состоятельно пуган, могу позаботиться о себе сам. Мне, в принципе, и команда не нужна, пойду все слушаю один. И появляется у нас, опять-таки, смок вылазка со стороны команды СФК. Они понимают, что они сейчас сильны, позволяют куда-то найти. И Рошана еще нету, да. Они посмотрели в ту сторону, но хотелось бы действительно найти врагов. И врагов-то они ведь найдут, уже сигналят по ним по всем. Поняли, что что-то неладное. Вот, да, есть Блинк, есть Стан. Успели. Если в Чапи ворваться, тут Дорфит сразу же, есть замедление. Войска проблема, он может сам погибнуть. Он-то спасается. Вопрос, уйдет ли вся команда без него. Ушли. Да. Там, в основном, это прожималось для того, чтобы именно Некромса спасти. Поэтому основная задача была выполнена. И Смоуклос, как оказалось, не самый успешный. Эмпайр начинает пытаться играть сплитпуш. Мирана сейчас на боте ведет крипов, а вот с ФТЕ через минуту уже буквально могут начинать бить Рошана. Совершенно верно. Поэтому здесь пока не самая выгодная позиция. С другой стороны, АОЕ прокаст очень силен. Фаершторм не стоит забывать, который бьет в процентах. И это проблема. Проблема на Рошпите. Если там еще и в клетку посадят, айс-паф положит. И будут с серьезной неприятностью у кого бы то ни было. Битва на Рошане, она, видимо, какая-то символичная становится. Тоже, как и смертного суппорта на Шрайне. Возможно. Возможно. Так что будем следить за этим развитием событий. Все-таки очень интересно. Вот опасно подходит Джакира. Но не стали. Подумали, что байт. И, в принципе, они были недалеко от истины. Ну вот, опять же, я хотел бы согласиться с одним из комментариев у нас на трансляции, что это только первая карта, и как же они дерутся, как же они соперничают друг с другом, что дальше будет. Плечом к плечу просто сейчас бегут к финишу. Поэтому и никак не получается обогнать ни одному, ни другому коллективу друг друга. Так что, действительно, это затяжное противостояние продолжится, может, еще и на две карты вперед. Ну, по крайней мере, если они будут играть так же, то это более чем вероятно. При том, что не самая активная дота происходит с точки зрения фрагов в минуту. Мы видим чуть меньше даже. Строго по таймингу. Так, строго по таймингу. Идут, тут же прыгнули на ФН, успевают поражать БКБ. Неплохо. Айсбаб тут же Дум от СТ. И полетели импетусы. Энчантра снова стоит. Вар отрывается. Также Сэнкинг с эпицентром. Убьют Джакира. И гости говорят, ребят, улетаем на базу. Спасайтесь. Успел убить Ван Скора перед тем, как улетит. И это все-таки два убийства. Нежели одно, причем, ну, саппортов забрали хотя бы. Опять удалось улизнуть Кором. А теперь Рошан достается команде СТ. Совершенно верно. И помешать этому бы не в состоянии. Попытайтесь, конечно, сделать. Но, во-первых, вы можете банально не успеть. А, во-вторых, вас там могут приговорить. И они все-таки втроем под Бунлайт Шэдоу идут. Не боятся. А стоило ли это того? Сейчас увидели Гостика. Врыв, конечно, Сэнкинг поставил. Но подкоп под боем. Продолжение Скинг врывается. Помогать. Селедан стоит, пока что не может ничего сделать. Лайфдрейн полетел. Гостика неоприятность. Ему нужно добить. Тут же продолжается чудеса. Но не продолжается ничего. Потому что Грифсы и отступатель. Но они пытаются. Они пытаются выиграть время для того, чтобы пришла Энчантрас, пришел Джакира. И, возможно, вместе получится как-то подраться на Роспитину. Рошан падает слишком быстро. Какие же криты летят от этого самого Свена. Да, Блатторн делает свое черное дело. Но недостаточно быстро падает Рошан. Уже есть клетка. Но уже все будет с крик-позицией. Единственный, кто остался там, это Дум. Единственный, кто остался там сейчас, это Рошан. Нужно разбить в арт пугну в первую очередь. И Рошан просто на ровном месте же сейчас погибнет. А Игис нужно забрать. Игис подбирает. ДФН неплохо от Топсона сейчас бы убить. Коса, наконец-то, в пугну на 120 секунд идти. Давить нужно прямо сейчас Эмпайр. Лича также подцепили, а так сказать, не намеренно. Он отправляется в таверну. Действительно, 120 секунд без байбека может быть очень проблемным. Сейчас для дефа команде СФТ. И помедленнее отправляться. Действительно, А Игис пытались очень много. Они уруна влили. Выкупается Лич. Он поможет за это выкупаться. Придется и Думу. Очень тяжело будет защищаться, безусловно. Нужно все силы бросать на эту защиту. И, конечно же, есть броня на вышку. Будет броня и на бараке. Каждая секунда. Это сейчас подарок с недели. Среди прыгает СВН неплохо. Есть подкопчик. Вроде бы оценкинган. Но Айспав и задувка Джакира. Как же много дэмэджа. И вновь Никоя уходит под святыню. Все хорошо. Успели защитить Т3. Разбили Некрофоса. Обрывается. Дальше Лидан уловит Айспав. Большие у него проблемы могут быть. Есть подкоп с Эпицентром вместе. И Лидан погибает. Есть байбэк у Лидана. Есть байбэк. Это из плюсов. Конечно, Никоя там за Ивейдил. А у Лидича байбэка больше нету. Под святыли еще раз. Лидан пытается убежать. Он ловит еще на Айспав. Продолжается очень много урона. И байбэк по одному подставляются. Вновь не собираются вместе. Это мог быть просто потерянный мид. А по итогу будут потерянные 2, а то и 3 стороны. Их целую минуту не будет. Да, есть глиф. Но выиграет очень мало времени. Ну и сейчас просто переключаться на нижний лайн, скорее всего. Потому что на верхнем у вас еще у самих-то 2 стоит. Вы будете хоть немного защищены. Совершенно верно. Поэтому есть все возможности. Ланскор подойдет, что Лиди с фаером поплюет. Поэтому позиция, конечно, крайне неприятная. За 30 секунд можно успеть снести все, что пожелаю. Страшно. Просто страшно все сложилось. И драка на Рошане все изменилось. Об этом говорил я как сумасшедший вот в шапочке из фольги, ей-богу. На протяжении уже минут 20. И ты об этом говорил, что коса Некрофоса всегда залетала в плового Свена. Но Чапи объяснили, что так делать не надо. Залетел в чуть ли не мертвую Энигму. Вот, вот. Они добивают барак до самого конца. И улетают вместе с Эндерлордом. Прекрасное исполнение и использование этой способности. Совершенно верно. И все хорошо сложилось теперь для Эмпар. Теперь они... Помнишь, да? Некрофоса вообще не было. 10 тысяч. Как себе такой поворот событий? За буквально 2 минуты изменилось все кардинально в пользу команды Эмпар. Это еще не почитаны, конечно же, графики. И сам факт в том, что... Вроде бы 10 тысяч выиграли. Это хорошо. Лучше иметь преимущество в 10 тысяч, чем не иметь. Но 10 тысяч на 40-й минуте... Это не так много. И потеряли всего лишь 2 лайна в полтора. Ну хорошо, там милишно барак на то приснесли. Могут еще и с ПТС комбэкнуть так же. Конечно. А в этом тоже звать не стоит. Одна сторона не трон. Полторы стороны тоже не трон. Никакие стороны это не трон, если быть честным. И поэтому воевать есть возможность. Дабл дамаж забирает ФН просто из-под носа. Никва и Никва вроде бы в инвизи шел. ФН даже не, скажем так, не видел этого самого Никва. Просто понимал, что если ты видишь дабл дамаж, лучше лип поражать и быстрее забрать. Там еще и ХАЗ для Гостика появляется. То есть любого, кого бы они здесь нашли, скорее всего, и уже не отпустили. Потому что там он мне пошки огоним. Теперь он будет бить гораздо больнее. И никто из саппортов явно выживать не будет. И что дальше? БКБ в чаппе. БКБ у чаппи. Вот это проблема. Еще и на скан поймали сейчас в ТЕ практически в полном составе. Не знают об этом, конечно, но местоположение противника известно. Нужно поддержать крипов, потому что Иллидан пытается перехватить линию и выиграть еще несколько секунд для своей команды. Байбэк есть у Топсона. Хорошо. Но сейчас он есть только у Топсона. Да, ситуация, конечно, не из приятных, когда вы хотите защищать последнюю линию. Но здесь же у нас падает святыня. И неужели попытки инициации. Контр инициации со стороны Смакапа. Нагло ворвались на Андерлорд. И смотри, что делает Иллидан. На форстафе уходит вроде бы Гостик. Тут же Айсбаб быстро попусят Дума. Коса залетает в СТ. Никого не убили. Импайр до сих пор летят импетусы. Погибает Дум. Пытается Топсона покусить. Но есть Лайфдрейн. Просто всю жизнь высасывают из Мчантра. Афм пытается убежать, но БГБ скоро закончится. И вынужден выдавать лип. Сейчас, чтобы пожить еще немного, вылетает лишь только один отсюда. Андерлорд. Тут же есть стан. Сбили линку. И пару ударов нужно сделать, чтобы ФН не ушел. Над Блаторном очень много урона. Может быть, надо бить для этого. Пять секунд. Ну, конечно же, добивают. Ты накаркал. Ты накаркал. Я не накаркал. Я предвидел. Это разные вещи. Абсолютно. Ну, так или иначе, Барак сверху упал. Его успели донести крипы от Эмпайры. И сейчас нужно будет возвращаться постоянно на эту линию. И остается последняя линия обороны в СФТ. Это лайн, который еще не тронутый. Компания соперника. Если сейчас, после этого файта, после этой вылазки, СФТЕ не вынудит байбэкнуться Мирану, они, по сути, не отыграют преимущество. Да, проигранная драка будет просто в чистом поле. Да, немного вы подарили там 3000 противника. Но 3000 это уже не такие серьезные деньги на 45-х минутах. Конечно. А тут уже Кираса прилетает для Свена совсем скоро. И они заходят на хайграунд по нижней позиции. Понимаю, что сверху это не лучшая идея. Помедленнее еще и крипов вести далеко. А здесь отличный шанс. Ну и нужно стягиваться на защиту всеми силами. В принципе, вчетвером попадаться можно. Там пуган дабл дэмэдж. Для того героя руна отдай этот баф как-то Иллидану. Перекачай ему эту способность. И еще сейчас Чапик подойдет. Вообще Иллидан в ответ может ворваться просто и со стана убить. Если захотеть. Проражает все Блаттор, Мэддос и действительно никто не спасется. Но они выкупают СФН здесь. И Иллидан продолжает стоять и байтить. Поставили аккуратненько, чтобы все подходы видеть Иллидан. Но разумеет. Естественно, Варт говорит, у нас тут центряк стоит. Ванскор, ты что? Первый раз, что ли, играем? Да, и башня упала. И сейчас можно святыня разбирать. Самое спокойное, что можно сделать. Да, не выкупил СФН. Но это не главное. Главное, что сейчас чуть-чуть выиграли ситуацию команда СФТ. Держатся, держатся за первую карту. И держатся уже 46 минут практически. Они не до конца будут держаться, пока трон не упадет. Просто я уверен, к сожалению, практически на 100%, что у нас такая шикарная первая карта, которая была бы просто вишенкой на торте, если бы была последней в Best of 3. А сейчас вот после столь длинных игр обычно играется какая-то быстрая игра с 20 минут, и все заканчивается. Сейчас мы увидим 3 по 120, и ты заберешь свои слова назад. Я буду счастлив. У нас режиссер и оператор расстроятся, а я буду счастлив. И смотри, 3 стрелы полетели, попадают по личу. Проблемы есть, но зашли не с той стороны, крипы слишком далеко. А тут нужно будет забирать как-то лайн, если они хотят делать неких крипов, но просто отступать. Они проводят крипов в первую очередь для того, чтобы, конечно, сбить бэкдор. После этого перейдут как-то в мид, то же самое поступят. Еще раз пропушат лайн вместе с крипами, и уже можно будет последний лайн доносить. Конечно, святую немного пробили, но поймали на скан отличную, кстати, позицию. Понимаю, что в любой момент может кто-то влететь и лучше проверить. Стрела продолжает лететь, Селидана могли заметить, и нужно немного перегруппироваться и отступить. Там уже 25-й потихонечку подоспеет всем героям. Ну, пока только у троих, но мы видим, что и Сенкин дотянется скоро, и Некрофосом дело не станет. Пожалуй, самая большая проблема именно у Некрофоса, что у него только лишь 22-й руль, при том, что он вроде как керри-герой должен был быть. Один из основных героев, который наносит урон в драке за счет косы, за счет пассивной ауры, за счет деспульс. Но он отстает, действительно, на 3 позиции, и это пока еще... Возможно, даже плюс какой-то степени, потому что в следующей драке он станет еще сильнее. Есть смоки, разбитые от команды Эмпайр, и вылазка на вражескую территорию. Руна волшебства на боте, которую не видят сейчас ни те, ни другие, но хорошо бы забрать ее к кому-нибудь Чапи. Да, в принципе, и Фен не откажется от столь приятного бонуса. И самый опасный сейчас. Если не увидят, а они увидели на нижней линии Свена... Успеет ли он уйти? Успеет ли почувствовать сейчас Селедан, что на него идут, телепорт готов, нужно улетать, он улетает, и не поймали. А они уже поняли, что они его не поймали, и пошли снова в мир. Отлетел Мунлайт Шидо, кого они тут будут ловить? Барда у них на хайграунде там нету, просто заходить на удачу, это тоже рискованно немного для текущей позиции. Но, должны увидеть, кто там есть, с помощью, возможно, каких-то Блингдаггеров. Стрелы полетели, и подцепили Иллидан, это может быть большая проблема сразу же. БКБ, импьют, очень больно. Да, не очень-то, и больно, собственно. Самое-то главное, что развели на БКБ, и таким образом нужно просто в ближайшие 60-м секунд попытаться взять хайграунд. Свен уже не сможет заивейдить. Вполне себе, действительно, неплохой план, но ждут Рошана. Ждут Рошана, без Рошана бояться заходить. Понимают, что их смерть может быть последней, что они здесь делают. С другой стороны, вроде и байбеки есть, но этого тратить бы не хотелось, поэтому ждут. Просто до Рошана ждать еще лишнюю минуту, да. Сейчас эти полторы минуты, потому что там общая деятельность карты более 50 минут. Лучше подождать еще минутку, а то и две, а то и три, чем пойти и отдаться без байбеков, допустим. Потому что байбеков действительно нет. Пока нету возможности далеко выходить в команде SFT с базы. Они постоянно должны возвращаться наверх, на низ, на мид точнее. И после этого уже как-то пытаться выходить с базы для них очень проблемно. Ну а что дальше? Рошан еще немного, да, осталось подождать. И это время просто FN снизу подпушит. Тем временем, а, где у нас гости? Щапи. Идут в смоках. Опасно. Вот так частично в смоках Элидан собственной персоной появляется в мид-линии. Возможно, надо на него как-то подбайтить. И растянулись очень сильно ребята из команды SFTN, но и Empire только вот сейчас собирается. Ильич сейчас может умереть, на самом деле. Но опять-таки подумали, что это байк. Их зажимают прямо сейчас и могут напасть. Нападает или да? Моментальные станчики полетели. Lotus успевает прожать. Тут же коса залетает. Вбревают. Думаю, не успевает даже ультимативную способность повесить. А там FN, у которого уже слишком много дэмэджа. Минус Вен, минус Лич. Это слишком большие потери. Да, не пытаются улететь с телепорта, но сбивают. Айс Пафом БКБ вынужден прожимать. Тут слишком много урона 40 килограмм. Не поможет. Тут уже все собрались и три полукил есть. Байбайк, и Свен уже его сделал. Но тут, скорее всего, это может и не помочь. Я втроем сейчас. Улетал на телепорте без БКБ прожатого. Пожатничал нажать эту кнопку. Да, да. И не улетел. Наказано. Ну как? Он улетел, но чуточку быстрее, чем планировал на эту самую базу. Он улетел, да, на медицинском, к сожалению, вертолете. Падает Рошан. Рошан достанется сейчас комфортнейше для команды Эмпайр. И с Айдисом, с сыром уже хайдит. Чаппи отдать сырок. Там возьмет, возможно, перепрыгнул чуть-чуть. Легкий выстрел. Знаешь, как примета? Есть люди, которые прыгают через костер. А здесь прыгают через Рошана, чтобы вторую легкую завести. Поэтому обязательно, если у вас есть в Миране, и вы не прыгнули через Рошана, то это, скорее всего, к проигрышу. Поэтому запомните, друзья, и используйте пауру. Не доигрывайте. Да, да. Это важный момент. Так что нельзя его выпускать. Итак, ФН отправляет сюда пропушевую медлинию. Сейчас тоже самое протолкнут снизу. И с Майлштормами, с Дипузами, с Метастеллами, с Тревелами совсем, что у него есть в запаке, готовы идти и ломать последнюю сторону соперника. Там еще руну Волшебства во всей местности Телемирана оставляют, если пойдет вот так, потому что никто ее не подобрал. Все проигнорировали. И ФН говорит, да и мне не надо, ребят. Без руны Волшебства справимся. Зачем им Волшебство, когда у них есть скилл? Физдэмэдж. Да, физдэмэдж. Действительно опасная штука. Ну, сейчас, конечно, ультимейт Андерлорда, который от КДшца немного быстрее. Это приятный донус. Шивас Гвард появляется для Андерлорда. В следующем файте будет крайне неприятно. И какая-то пауза у нас. Стратегическая от ФНа. Ну, сейчас, возможно, мы увидим последнюю атаку на вражескую базу. Вполне себе возможно, друзья. Пока есть небольшая пауза. Напоминаю вам про наш розыгрыш. Это ДК Хук, это Арканы. Все, что нужно сделать, это либо прокликать по баннеру в описании, либо ввести чат в восклицательный знак Скин Коин. И там все будет написано, что нужно сделать для участия. И вот мы видим, что сейчас, друзья, действительно все решится. 51 минуты игры, 16 тысяч преимущества за коллективом Эмпайр. Они уверенно наконец-то собрались в кулак, забрали Рошана. Еще пару раз позабирали Пугну. Самое главное, не позволяя ей как-то расслабиться. И нету байбэков. И вот что не работает у СФТЕ. Вроде же все делают правильно. Вроде и камбэки проворачивали. И Иллидан уже не отыгрывает Стайл Хаус Найта. Он дюзает там блинки, БКБ, все прожимает. Не получается против Империи играть. Да, совсем не так. Складывается структура боя, как хотелось бы того СФТ Спортс. И мы видим, что действительно давят соперника по всем фронтам. Видим, что тут только одна вышка снесена на хайграунде у соперников. И действительно пугна тут. Так не дорвалась до своих позиций. Топсон это MVP матча от команды СФТЕ 100%. Да, но если бы пугну подпустили подольше на эту базу, то я думаю, там бы от нее немного и осталось. Но просто не подходили. Их не подпускали ни разу настолько близко, чтобы они могли это сделать. Вообще, если так прямо честно сказать, если бы можно было выбрать одного героя, который больше всего сделал в этой игре, я бы все равно выбрал пугну. Ну, пускай сейчас СФТЕ могут проиграть, но это все равно не будет никак изменено. Потому что прям постоянно и своих хилит, и врагов цепляет, и пушить помогает, мобильный перемещается. Повсюду, везде Топсон. Жаль, их не пять. Пять Топсонов точно бы выиграли эту карту. Да, еще и Манки Кинга в руки дать. Да. Одному Топсону им пугнул, второму Манки Кинга, и понеслась. Но пока мы еще ждем, кто же у нас здесь победит. Ну, 16 тысяч надворцев, с другой стороны, это не страшно, если так подумать. Сейчас уже не страшно. Мы уже говорили много раз, что на 50-х минутах, на поздних таймингах не так важны деньги, куда важнее, во что вы эти деньги вложили, какие у вас артефакты, контрат ли они противника, появляются ли какие-то, допустим, Алибарды, Линкенсферы. Вот весь этот набор, весь этот запак, он намного важнее. И Андерлорд уже на радостях, понимая, что игра близится к финалу, хочет собрать себе Тарасочку. Вряд ли он это успеет сделать, но... Почему бы и нет, действительно. И... Ну-ну-ну-сек. Хорошо. Секундочку, так секундочку. Поэтому всё складывается крайне интересно. Ждём. Ждём, как же всё разобьётся в итоге. Потому что прям уже саспенс, ожидание на пределе, я думаю, всех героев у вас. Музыку из «Сияния», пожалуйста, поставьте нам, режиссёв, будет хорошо прям. Сложненько, сложненько. Да ладно тебе, я уверен, что нас смотрят самые образованные, культурные зрители, которые только существуют в мире. Да, вы можете написать нам в Твиттер, это UCC Dota, можете мне написать в Твиттер, Мистер Дабл Димб, можете написать Зайцу, Мистер Заяц. Да я сомневаюсь, что есть люди, которые даже если не смотрели, не знают, что такое вообще сияние. Ну вдруг, я уверен, что найдутся такие, что за сияние, опять он свои какие-то колесации видит. Я опять увидел, что с этим Зайцем не так. Действительно. Ну и поэтому, вы вдруг, если что, не просто так ведь пишете в Твиттер, можете на экране появиться, показать свою красивую аватарку и вашу интересную смешную шутку. За кого вы болеете, безусловно? Как вы думаете, кто победит данным Best of 3 сдвигать свою аналитику? Что нужно изменить было с ФТЕ? Какого героя вы считаете самым, опять же, нереализованным в драфте? Что нужно было поменять? Всё это вы можете смело написать, и, конечно же, ваша аналитика будет выходить в прямом эфире. Совершенно верно. Ну и давай подумаем в таком случае, пока не продолжается игра. Это уже сложная задача Ди. Подумать? Думать, да. Третья Best of 3. Да, 51 минута ещё только идёт, подумаешь, третя Best of 3. Как бы не китайские игры. Миран отключается, а ты поэтому всё нормально. Так вот, кого нужно убить первым, чтобы драка SFT прошла в плюс? Некрофоса или Мирану? Знаешь, просто должен быть сейчас мем. Некрофос, Мирана, Некрофос, Мирана, Некрофос, Мирана, Энчантрос. Есть ещё этот мем, где мужчина потный лоб вытирает платочком, и там две кнопки перед ним. Тоже имеет место быть. Ну и, с другой стороны, да. Успеют ли они реализовать этот план? Естественно, в идеале убить быстро Мирана. Но проблема в том, что у Мирана Аегис убивать её нужно будет два раза. И я сомневаюсь, что вот за время перерождения Мирана, за эти несколько секунд, с ПТЕ успеют что-то прям глобально изменить с остальными героями Импайр. То есть, очень тяжело ловить Энчантрос. Она крайне мобильна, в любой непонятной ситуации прожимает пику, и вот за полкилометра в тебя летят импетусы. Никто вообще не хочет смотреть ей в лицо. Андерлорд, давайте будем бить самого плотного персонажа, который только есть. Некрофос, давайте бить персонажа, который больше всего выхилит себе здоровье и уйдёт в Гошраут, скажет нам, до свидания, ребята, я сейчас подлечусь, вернёмся через несколько секунд. Остаётся бедный Джакира, которого вы действительно можете убить, но и Джакира скажет спасибо, что потратили своё время на меня. Патовая ситуация немного, не находишь? Да, ситуация, конечно, сложная, но я думаю, СФТ к этому готовились. Все эти квалификации, всю эту позицию, они разрабатывались. Прошли через столько квалификаций, не зря же, чтобы так сейчас просто сдать позиции. Поэтому впереди, напоминаю, ещё две карты, может быть. Так что... У меня по-прежнему, конечно, очень много вопросов остаётся к Некру за косы, которые летели в Томпсона. В Фулл ХП? В Томпсона, да. Не в Томпсона, точнее, а в Иллидана, как раз-таки, прошу прощения, заговариваюсь уже под вечер. То есть первые минут 25 постоянно ультимативная способность отправлялась в лицо Свена, который был там в БКБ, где только он не был, ей-богу. Но постоянно был со всем своим здоровьем. Возможно, просто пытались как-то его выключить из драки, чтобы перевернуть. Перевернуть в свою сторону и там уже разбираться со Свеном в лучшей позиции. Но, действительно, этот момент странный. Если бы эти косы залетали и убивали кого-то, возможно, всё закончилось бы гораздо раньше. Но сейчас, действительно, складывается немного иначе ситуация. Но, тем не менее, команда Empire всё ещё побеждает. Так что, я думаю, здесь жаловаться особо не стоит. Будем смотреть, как они у нас могут выбраться из такой ситуации. Если снова коса залетит в ЛХП, это было бы слишком странно. Мне просто уже возникают как бы подозрения. Возможно, более серьёзные проблемы там у игроков. И нам нужно будет брать какую-то техническую паузу. Мы уйдём, возможно, послушаем музычку пару минут, пока ребята переподключатся в данное лобби. Мы можем ваши анекдоты с твиттера почитать. Да, давайте, друзья, мы так и сделаем, наверное. И как только появится, конечно же, у нас игрок команды Empire, мы моментально к вам ворвёмся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и что же, начинается, возможно, последняя атака, как мы уже говорили, на оплот, оплот всей базы, оплот от мега-крипов. Команда СПТЕ стрелы веером, и Мирану пытаются покусить в первую очередь ЭП, но очень больно у него Айгис, помним об этом. Не добили, не добили Мирану. Ну и на этом, кажется, начало конца. Да, косо отправляют, но косо не добивает Иридану, успевают убежать. Однако импедус начинает пробивать ЕС Айс Пафу. Продолжение также Иридан без ББК в таверне. Томсон пытается что-то изменить, но получается у него это не очень хорошо. И следом отправляется за Ириданом. Но это Good Game Well Play, очень долго мы, конечно, ждали, но дождались. То есть вот я обожаю эти паузы, они самые лучшие, когда ты просто ждешь на протяжении 15-20 минут, чтобы они зашли в лобби, чтобы они просто за 30 секунд закончили игру. Там меньше 30 секунд прошло, там секунд 10. Просто нужно замерять это. Друзья, что же, поздравляем мы, конечно же, команду Эмпайр. Не получается пока у их противника отстаивать. Пока. Пока. Да, безусловно. Посмотрим на цифры статистики, потому что впереди еще Best of 3, еще две карты этого Best of 3. И могут изменить многое. На этом мы это видели и не раз. Этот коллектив, безусловно, умеет камбетчить и умеет собраться силами после неудачной какой-то первой игры. Но что же мы увидим с вами по статистике? Огромные, в принципе, суммы демеджа и Тобсон. Просто 52 тысячи демеджа. Иридан, где там циферка? 23 тысячи. Да, даже Блаттор не помог. Здесь никоим образом изменить ситуацию в лучшую сторону для SF3 и Esports. И мы увидели их поражение. Но игра была интересная, признаем, потому что ребята старались, камбетчили, переворачивали. И надеясь, что и продолжаться данное Best of 3 будет в таком же ритме. Естественно, друзья, перед тем, как уходить на небольшую паузу, передохнем 5-10 минут и влетим на вторую карту, мы напоминаем вам о новой криптовалюте. Криптовалюте скин-коины. Смело можете переводить свои предметы из Dota и из Counter-Strike. Если что-то завалялось в скин-коин, и на вас будет работать уже криптовалюта, которая растет в цене, независимо от ваших действий. Ну и также, естественно, все эти скин-коины вы можете использовать на сайтах-партнерах, делать свои ставочки, покупать предметы, уже нужные вам по более выгодным ценам. Ну а также не забывайте про новую блокмейкерскую контору, которая предоставляет вам возможность первой бесплатной ставки благодаря нам. Это промокод UCC, по которому вы получаете 7 евро совершенно без каких-либо последствий. Ну и впоследствии можете их поставить на какой-то, например, матч. Да, так и есть, друзья. А также вы получите еще и бонус к трем первым депозитам в размере 100%. И все это для вас, конечно же, Make My Bet обеспечивает. И также у нас тут челлендж идет всех комментаторов студии YouCanCompany. Конечно же, вместе с Make My Bet делаем мы наши прогнозы, ставочки каждый день на протяжении 30 дней. Решили мы такой конкурс небольшой устроить и посмотреть, кто же лучше. Есть, конечно же, условия по ограничению банка, чтобы мы все за один день не потратили. А то мы можем. Могли бы, действительно. Так что, друзья, вы можете присоединяться к нам, писать свои результаты, как вы поднимаетесь, либо же падаете вниз. Мы это хорошо понимаем, как это чувствуется. По сочувству мы порадуемся вместе с вами. А пока уйдем на паузу 5-10 минут. Никуда не уходите.